А что, как застать власть слушать? Ничего об этом говорить не буду. Почему? Я с тебя называю это. А ты поддерживаешь Путина? Молодец, чувак. Так долго держится у нас тут президентом? Нет, но все-таки он же что-то делает для страны. И если он столько времени еще президент, наверное, он хороший президент. Да, я его поддерживаю во внешней политике полностью. This is Kirill. He told me that he was a big supporter of Putin and his politics. He was even a member of Putin's youth group. I was really excited to talk to a young person who supports Putin, but that's when I discovered that Kirill's feelings were much more complicated. Как бы, да, но в основном пошла туда из-за карьерного роста, из-за денег, да, больше не из-за чего. Я, например, вот просто... Ты просто теряешь свободу слова, когда ты туда идешь. Ты ничего не можешь делать. Ты просто становишься марионеткой. И, что я могу сказать? Ну, мне просто не нравится власть. Ну, а какие претензии? Ну, во-первых, это некий национализм там всегда есть. Мне не нравится гомофобия. Ну, не идеологии, а законы, возможно. Что бы ты вот сейчас поменял, если у тебя была бы власть какая-то? Я бы вносил законопроекты там о борьбе с нарушениями должностными, с той же коррупцией, делить меньшими полномочиями президентов, сделать более прозрачную избирательную систему, чтобы у нас было реально больше партий, чтобы они как-нибудь боролись против друг друга. А то сейчас, как бы, когда одна партия, это не очень круто. Я понимаю, может, вот там... Я каждый год бываю в провинции, и я вижу, что там происходит. И то, что я расспрашиваю и своих родственников, и их друзей и так далее, более старших людей, которые, ну, вот, живем и нормально. Вроде бы там еда есть, ну, хорошо. Они хотят ужасной, нищерской, ну, точнее, жизни в нищете, но они хотят ее спокойной. Они не хотят... Потому что я считаю, что за границей, наоборот, больше возможностей, и там совершенно другие государства, то есть... Ну, в России не так все хорошо. Вот. А в Европе все-таки получше. Даже в Восточной Европе. Я думаю, что каждый родственник мечтает, чтобы путешествовать в мире и испытывать новые вещи. Но я также удивлялась, как конфликтно некоторые из моих интервьюэсов чувствовали о своем доме. Я люблю свою страну, но я понимаю, что если я буду здесь жить, там, творить, то, ну, мне это намного удобнее делать, ну, где-то в других странах, более нейтральных, более спокойных. Я могу сказать, что в эмиграции я дольше пары лет точно не проживу. Почему? Потому что я буду скучать, и потому что я выросла, воспитана в России, я, ну, как... Но на самом деле я больше патриот, поэтому я хочу остаться в России. То есть я родился в России, я русский, я принадлежу к российской культуре, и живу, сотворяю российскую историю своими действиями. И, unlike our parents, who lived through the Soviet Union, we're more outward-looking. We see the world outside Russia. We care about democracy. We want the same opportunities as young people in other countries. When the next election comes, it won't be easy to make me and other people my age to vote for Putin's system again. We will change it, I think. At least, I hope. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...